Если раньше благоустройством в городах занимались сами муниципалитеты, то теперь им на помощь пришли федеральные средства. Проект формирования комфортной городской среды предусматривает участие жителей всех населенных пунктов в определении первоочередных целей благоустройства. Именно жители при помощи рейтингового голосования должны определить, на что будут направлены средства. Это голосование проходило с 26 апреля по 30 мая и в нем приняло участие 111 тысяч человек. За право сделать свою жизнь комфортной боролись жители 28 населенных пунктов. В тройку городов-победители вошли Купино, Карасук и Куйбышев. Новосибирские средства направят на благоустройство Зальцовского парка. Миллиард 193,5 миллионов рублей – это ресурсы, которые мы направляем в текущем году в целом на благоустройство территории, из которых 894 миллиона рублей – это средства федерального бюджета. Свой маленький опрос по поводу благоустройства города провели и мы, что первым делом хотели бы изменить новосибирцы. Извините, я уже живу здесь сколько? Больше полста лет и первый раз такое слышу. Понимаете, дорогу сделали и у нас убрали вот это вот, ну как вам сказать, куда вода стекает. Леневку. И у нас получается к самому подъезду вот так вот подходит вода. Ну что-то слышал, но не вдавался в подробности. Все зависит от дома и возможностей. Нет жильцов, да. Ну я доволен, как у нас во дворе. Я живу на железнодорожной 8. У нас много лет была детская площадка. Три года назад ее снесли, и там просто пустошь, и детям просто негде отдыхать. Наверное, больше урн нужно. Урн очень не хватает. Нет, не слышал. Насчет малых форм не знаю, но зелень, наверное, нужна. Потому что после зимы остался этот шлаг, которым мы в дорогу посыпали, и он никуда не делся. Но благоустроенные объекты нуждаются в присмотре, иначе они быстро перестанут быть таковыми. Одним из примеров комфортной среды можно назвать экологическую тропу «Зверобой». Она проходит среди красивейшей местности и неплохо благоустроена. Посетители бережно относятся к этому объекту, убирают за собой мусор. Вот только выходя из тропы обратно, не знают, куда его деть. Сельсовет и надзорные органы этот вопрос не регулируют. Вот и образуются за селом Легостаево стихийные свалки. Надеемся, что после нашего сюжета что-то все-таки изменится. Для нас важно, чтобы не только муниципальные учреждения следили за содержанием. Это, конечно, их обязанность, естественно. Но и чтобы жители сами относились к этому соответственно. Город и область у нас большие. И, возможно, результат проделанной работы пока не так заметен. Но уже есть объекты, которые горожане оценили по достоинству. Например, Михайловская набережная, которая стала любимым местом для прогулок. Теперь появятся и другие подобные места. На все объекты тратятся немалые средства. И как долго наша среда будет оставаться комфортной, зависит не только от городских служб, но и от нашего бережного отношения. Продолжение следует...